ВЫБОРЫ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЫЛИ НЕЧЕСТНЫМИ Мы живем в государстве, которое называется Союз России и Беларуси, по наведению порядка. Весь мир, слова Лукашенко и мы, не исключение, поняли так, что Россия готова ввести в Беларусь ограниченные контингенты либо Росгвардии, либо внутренних войск, либо просто войска. Быть может мы неправильно понимаем, мы все. Слова Александра Лукашенко. Ну что значит Россия поможет в наведении порядка. А как? Как иначе-то, если не введение ограниченного контингента, по примеру Афганистана? Признаюсь, два дня назад я смеялся над неким Гозманом в эфире одного из латвийских каналов Ютьюба. Гозман сказал, что Россия может ввести войска. Мне это показалось бредом. Я сказал, что у Леонида Гозмана, некогда правой руки Чубайса, с детства косой взгляд на жизнь. Признаюсь, Александр Лукашенко сегодня все поставил, точнее пытается поставить все и всех на место. И совершенно очевидно, что без военной помощи России ему порядок, хотя, чтобы подразумевать под порядком. Весь мир сегодня, весь мир считает, практически весь мир, за исключением некоторых стран, весь мир считает, что выборы, как сказал Помпео, в Беларуси, он мягко сказал, были нечестными. Фальсификация итогов выбора – это уголовное преступление. И получается, что Россия ведет, если это будет, конечно, будет такое решение. Совбеза, Совет Федерации. Если мы вводим наших ребят в Беларусь разгонять других ребятишек, которые выступают за честные выборы, что хотят протестующие честных выборов? Это протест против фальсификации, то есть протест против надувательства. Мы что ж, будем защищать, выходит. Такие вот голоса, 80 с лишним за Лукашенко. А по факту, как говорил в эфире нашего канала, Валерий Цепкало-10. Кстати, Россия, подчиняясь международному ордеру Интерпола, объявила сегодня Цепкало в розыск. Экспретендент на пост президента Беларуси, бывший глава администрации Парка высоких технологий, Валерий Цепкало, объявлен в межгосударственный розыск. Пока не международный, но межгосударственный. Еще раз, мы живем, мы, Россия и Беларусь в союзе. Штаб-политика проверяет информацию о возбуждении против него в Беларуси уголовного дела. Но, как помнят наши зрители, наверное, перед первым эфиром Цепкало, я ему сказал, что он будет арестован. В ту ночь Цепкало уехал в Россию. В последние дни он находился в Киеве, не в России. Уехал вместе с семьей. Хотя Цепкало спрашивал у меня, откуда вы знаете. У меня была опережающая информация о том, что уголовное дело или готовится, или вот уже, так сказать, на мази, или вот скоро откроют, или уже открыт. Мы оказались правы. МВД Беларуси сообщил о доследственной проверке на предмет совершения Цепкало противоправной деятельности по заявлению некого белоруса, белорусского гражданина турецкого происхождения. Якобы шесть лет назад, в 2014-2015 году, между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Индеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компании бизнесмена личного дома для политика, которая позже закончилась мировым соглашением. В общем, к этому прицепились. Нечего баллотироваться в президенты. Цепкало четвертый. Трое уже в тюрьмах. Кандидат в президенты не состоявшийся. Он четвертый. И вот теперь мы помогаем его найти. Напомню, что в эфире нашего канала три дня назад Цепкало говорил о том, что он готов незаконно перейти границу России и Беларуси. Сначала из Киева в Россию. Ему же виза не нужна. А потом незаконно перейти границу России и Беларуси. И возглавить протесты в Минске. Я не знаю, где сегодня Цепкало. Третий день мы или второй день не можем с ним по счету связаться. Но теперь понятно, почему он скрывается от телефона. К телефону не подходит. Чтобы по геолокации не установить его местонахождение. А вот президент Литвы Гетанос Науседа готов встать в живую цепь от Вильнюса до границы с Республикой Беларусь. По словам организаторов, живая цепь этого мероприятия начнется на Кафедральной площади в центре Риги. А оттуда участники выстроятся до посольства Беларуси. Затем по автомагистрали Вильнюс-Минск цепь растянется до контрольно-пропускного пункта на Литовской-Беларусской границе. Протяженность 35 километров. И Лукашенко сегодня же в ответ на очередные протесты в Минске посетил Центр стратегического управления Минобороны Беларуси. Премьер Польши Моровецкий обсудил с Помпео необходимость солидарного ответа на происходящее в Беларуси. Каким будет солидарный ответ, если мы введем ограниченный контингент в Минск? Новые санкции против России? Новый удар по рублю? По кошельку каждого из нас? А Макс Шевченко в эфире нашего канала еще три дня назад думал, что вся эта история с митингами – это рука Москвы. 45 минут телефонного разговора по инициативе Лукашенко. И заявление Лукашенко «Ждите, Россия наведет порядок». «Санкции ЕС в отношении Беларуси будут только персональными», – сказал глава МИД Польши. Какими будут персональные санкции против наших чиновников, если Лукашенко сказал правду, и мы действительно, мы Россия, будем готовы ввести войска в соседнюю страну. Минздрав России официально сообщил о начале производства вакцины от коронавируса. При этом, некто Дмитриев, все тот же фонд прямых инвестиций, не опровергает тот факт, что фонд, российский фонд прямых инвестиций, Дмитриев, особо приближенный к императору, как известно, не о Путине. Дмитриев и его фонд не скрывают, что они, помимо нашей российской вакцины, закупили еще и английскую вакцину, ту самую, которую сегодня не нашу, а английскую. Готовы в миллионных дозах закупать страны ЕС. Мне закралась такая странная мысль в голову, а не означает ли это, что вот английская вакцина пойдет в четвертое управление? Вакцина Минздрава для Кремля. В ЦКБ, туда, где лечатся те, кто лечится, в ЦКБ. Никого обслуживает четвертое управление, Кремлевское. Ну, бывшее четвертое, Часовское. А всем остальным наша вакцина, вакцина Института имени Гамалеи, Академика Гинзбурга. Может быть такое? Я хотел бы от Дмитриева получить объяснение. Если есть наша вакцина, зачем английская? Деньги зачем было тратить? Или отдельно российская вакцина? Понятно для кого, а для небожителей английская. По принципу одни имеют все, а другие имеют все остальное. Ну и последняя новость сегодня. Эдвокат Эльман Пашаев, доведет он Мишу Ефремову, мое предположение, до десятки. Пашаев утверждает, что он, не Ефремов, а он, адвокат, нашел доказательство невиновности Ефремова после признания им вины. Пойми, что он сказал. Доказательство невиновности Ефремову после признания вины. То есть, Миша не в том признался, а кто мужчину-то убил машиной. Кто, если не Ефремов? Сильные у нас адвокаты. Ничего не могу сказать. Но главной новостью по-прежнему остается заявление Лукашенко о том, что Россия, оказывается, готова наводить порядок. Еще раз, наводить порядок можно дубинками, можно еще как-то специальными средствами. Но в любом случае, это ввод ограниченного контингента войска. Так мне представляется. Так я услышал. Так услышали почти все или просто все. Интересно, кто-нибудь опровергнет официально со стороны Российской Федерации наши предположения, возникшие после заявления Александра Лукашенко. Продолжение следует...